всем добрый день приветствую вас на канале софт декор сегодня мы с вами свяжем вот такую корзиночку мне поступила просьба после прошлого урока мне в комментариях одна девушка попросила показать как связать корзину для игрушек и вот я вам связала такой мини вариант почему она подходит для игрушек так как здесь получается очень плотные стены вот за счет вот этой вязки правда на немножко так ниточки крадет но они очень плотны вот еще заодно покажу как вязать вот такой бортик как вязать донышко вы уже знаете у меня на канале есть ролик я вам оставлю ссылочку под видео ну а как связать такую корзинку такие плотные стенки бортик я сегодня покажу в нашем уроке так начинаем вязать нашу корзиночку донышко у меня уже готово у меня есть ролик как вязать круглая донышко вот такое ровненькое я обязательно оставлю под видео ссылку на этот ролик вяжу я ниточками бисквит вот такие они у меня серенькие крючок мой любимый номер пять если у вас ниточки толще да то можно и шестерочка тогда вязать как начинаем первый ряд нам надо связать обыкновенными столбиками без накида вот смотрите я цепляю под любую косичку как сделать такую косичку все есть в уроке по вот такому донышку поэтому переходите по ссылочке которую я оставлю внизу и смотрите как связать такое донышко так вот я так цепляю за каждую вот такую косичку это у меня была такая вязка вокруг донышко и обвязываете первый ряд у меня вот ниточку я прячу сразу здесь вот тоже у меня не осталась ниточка а донышко и я и тоже сразу прячу со всеми вот этими вот мелкими ниточками все так вы обвязываете вокруг нашего донышко здесь мы с вами встретимся я покажу как перейти на второй ряд и уже будем вязать наш узор так вот я заканчиваю вязать наш первый ряд так последняя наша петелечка вот так вот я ее вытягиваю так соединяем и уже сейчас будем начинать связать наш узор вот смотрите вот сюда я вытянула до ниточку сейчас покажу как я буду соединять вставляю сюда крючок так вот ниточку перед вот этой большой петелькой и сюда мы вытягиваем теперь смотрите 1 2 вытягиваем соединяем сейчас от первый ряд этого узора может немножко будет сложновато вязать потом будет легче теперь смотрите вот нам надо зацепить вот за петельку вот эту даже за 2 перемычки и так вытягиваем теперь сюда так и все три уже соединяем теперь опять за перемычки вот где здесь вода последнюю петлю мы вставляли вот за эти перемычки мы цепляем крючок так 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 вытягиваем теперь сюда и соединяем все так вяжем первый ряд первый ряд узора уже нашим сейчас еще раз вам покажу вот за эти две перемычки это только этот ряд так будет сложновато дальше уже когда у нас будет более один узор уже будет удобнее вязать все сейчас мы этот ряд вяжем так до конца я вам покажу как его соединять и как мы уже будем вязать следующий ряд узора так вот на заканчиваем второй наш ряд вот нам надо еще один раз так вот цепляем сюда крючок вытягиваем и вот в эту еще вот петельку вот у нас последняя осталась чтобы наш узор был закончен так вот так у нас получилось видите на одинаковом все расстояние теперь мы вытягиваем опять такую длинную галочку вот сюда мы вставляем сейчас перейдем на третий ряд так немножко и вытянут линей вытягиваем сюда и теперь уже вот сюда вот смотрите не сюда сюда вставляем вытягиваем соединяем все дальше мы идем по узору сейчас нам уже легче да вот сюда вот где у нас там перемычки были в предыдущем ряду здесь они уже более такие доступны и так все три соединяем все и так продолжаем вот за перемычки сначала вот эти потом вставляем вот сюда крючок так застрял у меня все и 3 вместе так уже вяжем точно также тут соединим как вот этот ряд мы соединяли и уже вяжем высоту которую вы хотите вашей корзиночки еще раз покажу так и соединяем все и уже мы тогда вверху встретимся до окантовочку будем делать все вот мы заканчиваем уже вязать нашу картиночку останется только бортик так вот последнюю мы провязываем петельку так вытягиваем 3 соединяем вытягиваем нашу петлю так дальше вытянули вторую и смотрите вот так вот ниточку обводим вот так за крючок так и теперь провязываем теперь следующую опять вот так ниточкой за крючок и провязываем обычно когда вяжу трачи шаг я вам как-нибудь еще другой покажу то его вяжут вот против часовой стрелки а этот способ вот он такой по часовой все вот у нас получается вот такой узор давайте еще одну провяжем приходится не держать на весу потому что не очень удобно положила уже на стол я думаю вам видно все вот такой вот получается у нас окантовочка теперь мы таким же способом самостоятельно вяжем до конца и тут уже закончим наше вязание так все вот мы уже заканчиваем так делаем последнюю нашу петельку все вот у нас такая получилась окантовочка сейчас мы закончим вот сейчас я уже ниточку там обрезала да и вытянут тут нам надо будет и как-нибудь и аккуратненько так заделать чтоб особенно у нас рисунок не испортился возьму тоньше крючок так так зацеплю ее и выведу вот на ту заднюю стенку за заднюю стенку все вот так вот племени у нас аккуратно получилось и там я уже спрячу иголочкой ниточку вдоль стеночек там еще получше затяните вот тут вдоль ниточек вот там можно спрятать все вот наша корзиночка готова сейчас я спрячу ниточку и тогда вам еще покажу поближе вот у нас получилась такая корзинка посмотрите какая она плотная стенки даже я не отпаривала хотя обычно я отпариваю стеночки в корзинках посмотрите у нас не видно никаких швов до соединений все очень ровненько и аккуратно если вам понравился урок ставьте пожалуйста лайки включайте колокольчик нажимаете чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроков и пишите в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть нового на моем канале и еще хочу вас спросить напишите мне пожалуйста в комментариях какие бы дни вы хотели видеть мои ролики какие удобней вторник среда или четверг буду вам очень благодарна спасибо за внимание